Ну что, данные получили? Надеюсь, получили. Теперь вы можете эти данные, которые получили, запихнуть в базу. Логично же. Теперь у вас список городов. Это не только то, что вы автоматически там в самом начале забили, но это какие-то данные с удаленного сервера. Это достаточно просто для вас, думаю, будет. Вы же их уже получили. Записывать в базу умеете. Теперь нужно только эти две части совместить. Это достаточно просто. Но вот что я хочу вам объяснить. Потому что это в данном первом блоке заданий является уже завершающим заданием. То есть, заметьте, это не все задания курса. Это первый вводный блок. Что вам позволило это упражнение? Теперь вы можете реализовать приложение с общераспространенным функционалом. Вы можете общаться с удаленным сервером. Заметьте, по-хорошему бы еще отправлять запросы на изменения и удаление данных на удаленном сервере. Но для этого вам нужно писать бэкэнд. Логично. Ну или использовать какие-то макеты API. Но это будем разбирать отдельно. Моя задача была в следующем. Чтобы вы, недолго воландаясь, то есть, недолго думая, не тратя много времени, сделали каркас из общераспространенных элементов, используя общераспространенные подходы, которые используются в большинстве приложений с юзер-интерфейсом. Кнопочки, формочки, списочки, отправка запросов и получение данных с удаленного сервера. Работа с хранилищем данных. Вот и все. Вот это такой скелет, на который мы будем потом наращивать место из ваших навыков, тренировок и дополнительной информации. Поэтому, как только вы эти данные запишите в базу, я вас поздравляю, первый этап вы закончили. Теперь можете разнообразить его, сделав список не городов, а ваших любимых девушек, дай бог у вас целый список. Ну или что-нибудь другое там, не знаю, придумайте что-нибудь сами. Скопируйте на крайний случай и ждите нового выпуска, где будут новые свежие задания. В общем, не тратьте время зря, попрактикуйтесь. Ну, а на сейчас пока.